Большую концертную программу подготовили в Звенигороде по случаю седьмого этапа окружной военно-патриотической эстафеты «Салют Победе». Среди почетных гостей в школьном актовом зале ветераны, представители окружных администраций и общественной палаты, муниципальные депутаты-единороссы. Этот проект проходит под эгидой главы Одесовского городского округа Андрея Робертовича Иванова, и мы все с удовольствием участвуем в нем, дабы нам никогда не забыть тот подвиг советского народа и солдата. С каждым новым этапом участников становится больше. К эстафете памяти уже присоединились Руза и Власиха. Там также проходят тематические выставки, лекции, встречи школьников с ветеранами. Координационный совет наш по делам ветеранов Великой Отечественной войны принял решение, что тоже подключим в свой отряд, в свою эстафету Краснознаминск, Нарафаминск, Молодежный, потому что все западное направление – это те наши защитники 41-45, которые как раз-таки защищали нашу Москву. Основная часть программы – передача символов эстафеты, знамени победы, клятвы партизан и ручной гранаты РПГ-40. Из Венигорода они уезжают в большие веземы. Юные жители обещают старшим с честью хранить память о Великой Отечественной войне. Вы, к сожалению, уже последнее подрастающее поколение, которое увидит ветеранов живых и сможет услышать их рассказы из первых уст. И наша с вами задача – дальше по-честному нести вот эту вот историю, бодренную историю. Не дать возможности никому, как мы уже говорили сегодня, переписать историю Великой войны. Седьмой этап посвящен Смоленску. Поэтому дошколятам и школьникам из Больших Везем предстоит узнать истории погибших в боях на Смоленщине героев и пообщаться с очевидцами событий тех лет. Мы знакомы, мы посетим, мы не смеяем, не сетим. Мария Шматкова, Евгения Апустина, Наталья Гончарова, Станислав Трифонов. Телекомпания «Одинцова».